Уже погибло примерно 200 тысяч человек с обеих сторон и так далее. Вот эти вот фантазии, они обошлись. Сделайте все, чтобы ваш мужчина, ваш сын... Господи, сломайте вы ему ногу к чертовой матери. Лучше пусть похромает. Еще один вопрос. Девочки, я сейчас обращаюсь. Смотрите, протестов нет. Почему? Почему в России нет протестов? Совершенно очевидно, почему. Потому что выстроено потрясающий, крайне эффективный аппарат насилия. Куча здоровых мужиков, готовых по команде ФАС наброситься и навести порядок. Но теперь смотрите. Эти мужики, когда наводят порядок, они думают о своем личном благополучии. У каждого такого мужика есть женщина. Есть женщина. А у этой женщины есть ребенок. И вы должны думать о том, что ваш муж, охраняя вашего вождя и этот режим, лишает будущего вашего ребенка. Поговорите с ним. Поговорите. Накажите. Убегите. Заболейте. Придумайте что угодно. Перестаньте строить из себя псов, охраняющих вот это все. Как только вы уменьшите свой энтузиазм, как только вы не догоните, упустите, не запишите, сломаете камеру, у кого-то появится шанс на протест. Продолжение следует.